Предложение руки и сердца Османа шокирует всех. Фарук встречает Адама и Делару за ужином, когда он захотел зажечь свечу зажигалкой в кармане. Адам сказал, это моя зажигалка. Фарук отвергает это, говоря, что он такой же, но понимает, что его мать что-то от него скрывает, и когда он идет домой, загоняет Исму в угол. Он тоже говорит всю правду. Фарук сходит с ума, когда узнает, что его мать пытались убить. И Эсма, и Сурея пытаются его успокоить, но им это не удается. В последней серии Фекрет заявил жене, что хочет развестись. Когда Ипик не может отговорить мужа, что бы она ни говорила, она встречается со своей матерью. Женщина говорит об Исре. Ипик узнает новое место, где работает девушка. Он находит заказ цветов и записку, которую Фекрет отправил девушке на День Святого Валентина. Мурат организовал мероприятие в конце последней серии и сделал предложение Баде. Баде не принял чистого гнева и очень рассердился на ребенка. На следующий день, когда Мурат разговаривал с мальчиком, по словам Баде, они встречались в саду особняка, он был очень рад узнать, что это неправда. Когда бегом узнает, что ее болезнь распространилась на мозг, она исследует скорость выздоровления. Когда он узнает, что шансы невелики, он отказывается от операции, чтобы проводить больше времени со своим сыном. Но в тот день, когда его сын убит горем из-за девочки, которая ему нравится в школе, и хочет, чтобы его мать была с ним, он соглашается на операцию. Когда они идут в особняк, Эсма подслушивает разговор Суреи и Джана и спрашивает Сурею о ситуации. Невеста, он рассказывает все, кроме того, что думает, что Джан влюблен в него. Осман удивляет всех, принимая новое решение в этом эпизоде. Утром в ночь, проведенную с Бурджу, он делает девушке предложение. Конечно, девушка соглашается. Воспользовавшись приездом в Стамбул матери девушки, бывшей жены Галипа, он решает ускорить встречу, попросив девушку и помолвку. Мать девочки очень легкомысленный тип, который выглядит очень молодо. Женщина по имени Сирена, баран разбивает горшок за горшком в своем особняке. Ее женственная внешность и молодость наводят на мысли об Эсме. Фарук получает желаемые результаты в результате исследования, которое Акиф провел об Эадаме, и создает игру. Он идет к матери Адама и просит ее сдаться добровольно. Взамен он не расскажет сыну об этом письме. Он дает ему время до 10 часов утра пятницы. Он звонит Адаму и одновременно организует заседание совета директоров. Женщина действительно в это время дня обратилась в полицию и призналась в своем преступлении. Здравый смысл особняка баран исчез. В конце последней серии она использовала свою мать в отношениях с Гарипом. Мы видели, как Осман обвинял Бурджу в том, что тот давит на него. Когда и Осмаханам говорит сыну, что знает о его любви к Сурее, все рушится. Осман решает переехать из дома. Его мать, брат и Сурея не могут вернуть его. Он переезжает в свой новый меблированный дом. Бурку помогает ему и готовит ужин, а затем они подходят ближе и страстно целуются. Когда Фарук получает известие о том, что Фикрет собирается передать права управления частью своих акций Адаму, он идет в компанию, но не может этого сделать. Фарук злится на своего брата и несколько раз бьет его кулаком. Фикрет настаивает на правильности того, что он сделал. Жена впервые довольна поступком и отношением мужа. Но Фикрет отправляется к Исре в несчастную минуту. Когда девушке удается его рассмешить, он снова идет к девушке и на этот раз предлагает запрещенный секс. Исра отказывается, говорит резко и уходит. Когда Фикрет приходит домой, он слышит разговор жены и теще. Некоторые слова Ипика приводят его в чувство, и ночью он говорит жене, что хочет развестись. Ипик буквально шокирован ГЖСМ грустно терять Османа, которого она считает самым крепким кирпичом в особняке. Детектив, сопровождаемый Суреей, фотографировал свою невесту, постоянно встречающуюся с Джаном. Сурея, в последний день он пошел к Джану и попросил его отказаться от дела Адама, чтобы доказать свои добрые намерения. Постоянный уход Мурата из каждого боя вызывает у Бадди любопытство. Он спрашивает Мурата, куда тот идет. Тот факт, что девушка интересуется им, воодушевляет Мурата, и у него есть друг, который звонит Бадди и говорит, что он пьян. Он предлагает жениться девушке, которая спешит домой. Просьба Акифа о синеме превращается в комедию, когда девушки добавляют изод в кофе жениху. После помолвки они идут к врачу и слушают сердцебиение ребенка, а в это время заставляют послушать его Сурею и ее мужа, заставляя их разделить эту радость, когда бегун теряет сознание в больнице, ее проверяют. Они проводят новые тесты и узнают, что рак бегун, который, как они думали, они вылечили, распространился на участок мозга, который трудно оперировать, Фарук пытается собрать свою разрозненную семью. Сначала он винит свою мать, затем он идет к Гарри Бею. Он просит его отпустить мать, но получает отказ. Он звонит адвокату и спрашивает, как исключить Адама из совета директоров. Однако после подписания он узнает, что его могут отстранить, если совершит преступление и решит провести расследование по этому поводу. Он встречает Адама и Делару, куда вечером идет ужинать с женой. Чтобы зажечь свечу на столе, он достает зажигалку, которую нашел рядом с хижиной, где горела его мать. Адам сразу узнает свою зажигалку и говорит о таких вещах, как, например, где я ее оставил. Фарук просто стоит там. Какова реакция на отношения Эсмы и Гарипа? В конце последней серии, когда Эсма рассказывает Фаруку правду о Гарипе, мужчина удивляется, злится и чувствует себя обманутым. Они спорят с Сурией. В этот день была годовщина их встречи. Они вместе едут в Улудак, повторяет события годичной давности. Они катаются на лыжах, Сурия поет, закрывают ресторан и едят. Акиф и Саним также едут в Улудак, чтобы отпраздновать новости о рождении ребенка. Акиф говорит, что ему нужно на похороны, чтобы получить разрешение. После этого они остаются в лифте, и когда двери открываются, появляются Фарук и Сурия. Они узнают о детской проблеме. Муж и жена решают, что Акиф приедет и попросит у них с Аним как можно скорее. Той ночью Эсма собирает семью и говорит, мы уже давно встречаемся с Гарипом. Реакция детей неположительная. Все они имеют разные причины и реагируют по-разному. Мурат дает больше всего реакции. Он идет в дом Гарипа в сильном гневе и бьет головой человека, открывшего дверь. Незадолго до этого случая Гарип рассказал дочери, что состоит в отношениях с Эсмой и настроен серьезно. И Пек, единственная в особняке, говорит, что поддерживает свекровь. Но она, конечно, двулична. Они звонят его матери, рассказывают ей, что произошло, и смеются над ней. Адам же бросает Делару, которая хочет провести с ним веселую романтическую ночь ради Фекрета, который звонит ему и говорит, что хочет поговорить. Делара злится и реагирует на это. Адам просит психиатра не путать его с матерью. Потому что он всегда мечтает. Фекрет, он говорит Адаму, что у него есть сюрприз. Тем временем Фекрет не может забыть своего секретаря Эсру. Он обвиняет жену в том, что она его не знает, и начинает драку. И Пек злится на него, а на следующий день на малышку Аду он оставляет это Фекрету со своим списком потребностей. Он встречает Эсру в детском магазине, в который они ходят. Девушка там работает. После этого Фекрет хочет встретиться с Адамом и его адвокатом. Адам пожал руку Джану, как своему новому адвокату.